Молодое поколение взращивает ганцевическая земля замечательная, пытливая, трудолюбивая, талантливая. Ну что удивляться, растут ведь на старших глядя. Но вы знаете, вот сегодня мы приехали в деревню Ганцевич, есть городок Ганцевич, а то деревня Ганцевич, если вдруг писать сюда письма, так она пишется на почте. Мы приехали в семью Мелиховец, где трудолюбие это вообще главная отличительная черта этой семьи. Думаю, возможно, и всей деревне. Так вот, тыквы, десятки, сотни огромных тыкв, из которых, как говорится, могли бы получиться карету и сотни золушек разъехаться на бал, вы это все увидите. Они оранжевые, желтые, разные. В общем, пойдемте в гости в хорошую, яркую и очень трудолюбивую семью. Говорят, все герои здесь. Здрасте. Здравствуйте. Слушайте, ну, хотелось спросить, где же королева осени? Так а у вас этих королев полный двор. Здрасте. Здрасте. Здрасте, вы Лидочка. Полный двор, да. Вы Лидочка, а вы Анатолий. Да. Здрасте, меня Светлана зовут. Ага, мы знаем. Ой, слушайте, ну очень красиво. Красиво. А вот этот цвет, это же, ой, это самое красивое. Оранжевое. Оранжевое. Такой яркий цвет. Самое красивое. Мне было грустно, так я в пандемию весь дом в такой цвет покрасила. Да. И теперь весело. Правильно. Надо же как-то бодриться. Скажите, ну вот как вот начинается ваш день? Вот вы жили себе, жили молодые, повстречали друг дружку, полюбили сильно. Полюбили. Сразу по молодости, конечно. Сразу, конечно. И живете себе по сей день. И детки у вас есть. Да, двое детей. Две дочки. Две дочки. Да. Скажите, ну как это же вы столько трудов? Это кто у вас семечки эти в землю сажает? Кто это такое придумал? Это я сажаю. Вы все делаете. А муж поддерживает, а муж таскает. Таскает, поддерживает, и я таскаю. Это ж так тяжело. Ничего страшного. Да. Вот вы сколько лет уже? У вас что, прям каждый год такое вырастает? Или это вот первое чудо? Нет, не первое чудо. А ни у кого ж такого больше нету? Ну, у меня хозяйство большое. Какое? Трое коровы сейчас. Двое швилеете. Это же их там подоил, покормил. Да-да-да-да. Трое часа утром уходит. И нет у вас трех помощниц в белых косыночках? Да, нет. Нет. И вы сами? Сама стараюсь. Ой, Лидочка, я не понимаю, как это возможно. А когда вы телевизор, извините, смотрите? Убаю, успеваю. Я особенно смотрю такие программы. Я обожаю. Я фильмы не смотрю. Я смотрю, время покажет. Слушайте, говорит, успеваю. Думаю, сказала, какой там телевизор, когда мне его смотреть? Тут коровы, тут гуси, утки, тут тыквы. Успеваю. Все, теперь я за это запомню. Когда у меня будут спрашивать, скажу, успеваю. Да, успеваю. Вот я получила урок. Так, а хозяйство, у вас три коровы, это понятно. Но еще ж кто-то, наверное, есть. Три коровы, двое швиней. Это ужас. Бройлеры 30 штук. Индоутки 30, вот 4. Толя, как это так? Где вы нашли такую Лидочку, скажите? Выкополнение. Выкополнение. Это другая деревня. Да. Значит, вы сами житель... Да, туда, за Боркино. Значит, вы житель деревни Ганцевича. И где вы нашли на танцах? Я сама приезжала, я в Витебске работала, училась, и приезжала сюда. Сама приезжала. Друг, я с сестру замуж взял. Вот вы на свадьбе были. Вот я к сестре приезжала. И вы увидели сестру. Да, 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 да. Вот так и познакомились. И вы увидели сестру. Слушайте, так это же хорошо. Уже живем 46 лет. Ой, это много. 47-й. Ой, это же уже скоро 50. Да. Уже золотее не бывает. Золотые тыквы будут по всему селу. Так у вас что, и арбузы растут? Да. Это ваши? У нас еще растут. Даже утки, а вот такие мелкие уткам отдаем. А когда пищит их? Такие меленькие уткам отдаем. Слушайте, а какие они у вас все такие отборные, такие чистенькие? Это бройлеры. А я чищу их постоянно. Так каждую, что ли, вы чистите? Нет. Я чищу. Вот через сутки я их чищу. Я просто говорю, что они сами беленькие, перышки очень. Такие, знаете, не то, что замусоленные ходят. Не, не, не. Я и подсыпаю, вот видите, опилочками, опилочками подсыпаю. И там я, наверное, и там я дал их стоить везде. Да, да. Откуда вы поняли? Сама не знаю, откуда я поняла. Знаете, мне трех коров вполне хватило, когда вы сказали. Я только увидела, мне достаточно. Толя, ну вот у вас жена вообще такая крикливая, громкая или всегда веселая? Крикливая. Крикливая и веселая. А вы ей что говорите, когда она кричит? Лида? Нет, я больше молчу. Вот понимаете, сколько спрашивают. Начни спорить, так это не будет. Все, так сразу погибнете. Это же... Я его строю. Строите. Строю. А как же, чтоб помогал. Нет, ну вы же строите его любя, Толечка, Толечка, вот тебе завтра. Раз в 46 лет прожили. Тоже как-то... А все бывает в жизни. Как-то правильно строите. Все бывает, да. Ну вот все-таки, вот ваш рецепт к жизни. Вот как прожить, как надо с людьми, как надо договариваться? Сейчас же в мире никто договориться не может. Конечно. Вот что, в чем рецепт все-таки, чтобы люди не грызли друг друга? Ну, надо уважать, во-первых, людей. Даже если они вам не нравятся кто-то. Даже если не нравятся, надо все равно ключик находить каждому. Любить людей. Как вот учительница в школе, как говорят, приходит мама, и она говорит, ваш сын или ваша дочь вообще не сидит, крутится. А вы найдите к ней ключ. Да. Виноваты взрослые в семье. А с детками хорошие у вас отношения? Хорошие. Хорошие. То есть вы держите всю, так сказать, весь корабль свой? Хорошие. Но правда она все-таки в руках вашей лидер все держит, да? Да, да. Все хорошо. И же это тут. Командир. Слушайте, так это мы можем с вами сесть на диванчик. Да, да, да. И полюбоваться, как мы поработали. Да. Толя, садится Лида на диванчик и смотрит на свои банки. Присаживайтесь. Да, Светлана Алексеевна и смотрит. Ой, какая красота. Бывает, так замучусь, а сейчас я думаю, что ж я накатала, так гляжу. Да? И огурцы, море, и вся море, и варенишки, и все. Да. Анатолий, как это, я не понимаю, где вы ее взяли? Она же целая вселенная. Она какой-то реактор продуктовый и хозяйственный, знаете, который все время генерирует энергию, да? Работает, работает, работает. Ну, может, это вас и сохраняет такой бодрость. Наверное, правда? Желаю вам, чтобы доехали хорошо. Это нам, а зрителям всем. А зрителям, чтобы выращивали такие урожай, как я. Так это невозможно. Возможно. Ну, хорошо. Пусть у вас будет урожай, а главное, за столом будут ваши родные и близкие. Вот всем желаю этого. Спасибо за подарки. Люблю ваш двор, потому что как-то много здесь улыбок. Труда много, забот много и улыбок много. Счастливо. До свидания. Спасибо вам огромное. До свидания. Пока, до свидания. До свидания. Пока, пока. Просторы, воздух, небо, а сегодня еще и солнце. Впечатлили нас Ганцевичи и окрестностей. А главное, впечатлили знакомства с людьми, которые живут, работают, трудятся, смеются, плачут и пишут историю своей жизни. Пусть у вас будет как можно больше радостных дней. У вас у всех, дорогие наши зрители. А мы возвращаемся домой.